Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. На мое рассуждение о том, было ли на самом деле монголо-татарское нашествие или нет, а если его не было, то кто скрывался под псевдонимом Баты, пришло очень много откликов и комментариев. Были среди них всякие, от позитивных до отвратительных, не столько по содержанию, сколько по форме. Ну, к хамам я на форумах не отвечаю, хотя если бы довелось столкнуться в жизни, то ответил бы с удовольствием. Поэтому не буду больше положенного на этом задерживаться. К моей радости, большинство комментариев было очень конструктивных, дополняющих то, что я просто не успел рассказать. Также было много вопросов, на часть которых сейчас я постараюсь ответить. Также прошу вас принять мою трактовку тех исторических событий, как одну из вероятностей, которая неплохо объясняет причины тех или иных действий противоборствующих сторон. И не более того. Один из вопросов формулировался примерно так. Что же по-вашему получается, что все князья сами друг друга в междоусобицах уничтожили? А почему тогда летописи утверждают, что многих из них убили в Орде? Это недословно. Это переложение на нормальный язык претензий ко мне комментатора из Твери. Попытаюсь коротко пройтись по фактам убийств князей в Орде злыми татарами. Кстати, за наименование татарами ордынцев многие комментаторы ставили мне это в вину. Пользуясь случаем, хочу внести ясность. Современные жители Татарстана или татарии не имеют никакого отношения к тем татарам, которые сплошь и рядом упоминаются в книжной истории. И я, чтобы не было разночтений, тоже называю их татарами. Но я отлично знаю тот факт, что в VIII веке на Средней Волке и в Прикамье возникло государство, жители которого называли себя Булгарами. Долгое время этот народ мирно соседствовал с Русью. Татарстан – такое название носит республика, расположенная сейчас в местах нахождения Волжской Булгарии. Многие люди, живущие там, помня свое историческое наследие, по праву считают себя Булгарами, потомками древнего народа. Зная это, я считаю, что ни в коей мере никого не оскорбляю, назвав татарами ордынцев. Но перехожу к сути вопроса. В Орде убит рязанский князь Роман Ольгович. Напрашивается вопрос, за что его убили, или хотя бы чем объяснили это убийство. Хотя бы в назидание, непременно что-то сказали бы. Ведь так летописцы пытаются уверить, что убит он был за отказ принять басурманскую веру. Но разве это не удивительно? Ведь все историки академического направления говорят, что татары, возьму это слово в кавычки, чтобы не обидеть тех, кого сейчас почему-то так называют. Так вот, те ордынские татары представляли русской православной церкви всяческие льготы и привилегии. Вплоть до того, что существовал указ Батыя, гласившие о том, что будет караться смертью любой, кто посягнет на церковное имущество, будь то церковная утварь, денежные средства или земли, принадлежавшие церкви. А также на привилегии церкви судить своим судом виновных. Был бы издан такой указ будь Батый иноземным захватчиком. Мне кажется, что даже рассматривать такую возможность смешно. Зато князь Александр Ярославович, он же Батый, такой указ непременно бы издал. Ведь в его грандиозных планах поддержка церкви была крайне необходима. И рискну вам опять напомнить академическую версию, по которой среди ордынцев было очень много христиан. И в Сарае Великом были христианские храмы. И при ханской ставке был православный епископ. И тут вдруг убийство Романа Рязанского за отказ принять басурманскую веру. Согласитесь, что это выглядит по меньшей мере нелепо. Гораздо правдоподобнее выглядит смерть Рязанского князя от рук Владимира Суздальцев, поскольку он был их серьезным конкурентом в борьбе за главенство. Далее. В 1318 году в Орде был казнен Тверской князь Михаил. Касаемо этого события данных сохранилось побольше. Одно время говорили, что причиной казни Михаила Тверского был отказ пройти между двух костров. Но на несостоятельность этой версии указывали даже историки классической школы по тем же причинам. Ордынцы, с уважением относящиеся к христианству в большинстве своем, также будучи христианами, просто не могли казнить по такому поводу. К счастью, есть свидетельство смерти Михаила. Оказывается, всему виной его смертельная вражда со своим родственником Юрием Даниловичем, княжевшим в Москве. Кстати сказать, оба они потомки Александра Невского, Михаил Тверской племянник, а Юрий внук. После одного из сражений в руки Михаила попала жена Юрия, крещенная половецкая княжна Агафья Кончаковна. Она находилась в плену в Твери, где и в скором времени умерла. Естественно, поползли слухи о насильственной смерти, говорили о применении яда. Правда это было убийство или нет, мы уже никогда не узнаем, но повод сомневаться есть. С чего бы было ни с того ни с сего умирать молодой здоровой женщине? Ну, в жизни всякое бывает. Одним словом, это событие только усилило взаимную ненависть непримиримых врагов. И вскоре Михаил оказался перед судом. Согласно классической версии, его призвали на расправу в Орду. Как же описывается этот суд в летописях? Семь русских князей обвинили Михаила в попытке взымания дани с их городов и в отравлении Агафьи Кончаковны. Вдумайтесь, пожалуйста. Привезли на расправу в Орду, где семь русских князей его обвиняли. Уже непонятно. Нелепица какая-то. После чего его выставили на провеж. Исконно русский обычай. Ему на шею одели тяжелую колоду и стражники стерегли его. Потом его увели в кибитку, куда вскоре подъехал Юрий Данилович со своими людьми. И вскоре Михаил был убит ножом одним из людей Юрия. Мертвого князя раздели до гола и швырнули на землю за кибитку. Что получается? А получается, судили русские, приговорили русские, казнили тоже русские. И где? В Орде. И при всем этом присутствует единственный ордынец Кавгады. Причем не в роли так называемого председателя суда, а вообще непонятно в какой роли так мимо проходил. Кстати сказать, этот Кавгады упоминается в летописях не только касаемо смерти князя Тверского, но всегда в делах, касающихся только внутреннего устройства Руси. И кто хозяином выглядит на этом суде в Орде? Князь Московский Юрий или Ордынский не из последних чиновник. Это бояре Юрия забирают тело Михаила в Москву и там бросают в хлеву. Вскоре сын убитого Михаила Дмитрий убивает Юрия. И опять летописец нам вещает, что убил он его якобы в Орде. И никаких подробностей. Затем убивают и Дмитрия, и тоже в Орде, и тоже без подробностей, в отличие от смерти Михаила, которая достаточно подробно описана. Год 1339-й. Князя Александра Михайловича Тверского и его сына Федора убивают в Орде. На этот раз суд вершит сам Ордынский хан, но почему-то летописцы не удосожились указать, в чем обвинили тверичей и за что они были казнены. Получается, что ни с того ни с сего призвали в Орду и казнили. Но так не бывает. Нужна причина, ну, или на худой конец повод. Многое проясняется, когда узнаешь, что в это время в Орде находился Иван Калита. Кстати, сказать, брат покойного Юрия, убитого Дмитрием Тверским. По версии летописцев, знаменитый собиратель земли русской и оговорил тверских князей. Только нужно ли ему было кого-то оговаривать? Может быть, было бы правильнее сказать «при» говорил? Казни тверских князей предшествовало очень показательное событие. Тверские бояре подались в Москву. А сразу после казни московский князь с войском въехал в Тверь, сбросил колокол с церкви Спаса и увез его с собой. Во всех трех случаях прослеживается одна и та же закономерность. Всякий раз с пути Владимира Суздальской династии и их потомков убираются наиболее сильные противники. И каждый раз подставляются ордынцы. Это якобы они проклятые князей русских уничтожали. Но каждый раз не находится причин, по которым ордынцы могли бы так поступить. А в случае с Михаилом Тверским ордынцев и рядом то нет, если не считать Кавгадыя, который ведет то себя как лицо подчиненное. Опираясь на все изложенное выше, можно сказать, что не было никакого ордынского суда. А каждый раз убирались с дороги противники Владимира Суздальской династии, наиболее сильные из всех. О временах правления Ивана Калиты многое говорит одна единственная запись, дошедшая до наших дней. Сел на великое княжение Иван Данилович и настал покой христианам на многие лета и перестали татары воевать русскую землю. Но тут как раз все логично. Зачем татарам воевать, если власти московского князя ничто не угрожает. Если все сильные противники уничтожены, а слабые находятся в подчинении и сами сидят как мыши. С 1328 года, когда утвердился Калита и довоин с Мамаем, ордынских набегов на Русь практически не зафиксировано. И это противоречит академической версии о кочевниках, бросивших все ради набегов и живших набегами. Есть, правда, одно исключение. Вторжение в русские пределы Арабшаха. Но это нельзя назвать набегом или агрессией. Это был ответ на поход русских дружин, которые в 1376 году вступили на территорию Ворской Булгарии, осадили один из городов и принудили его жителей принести присягу на верность и подданство. Что примечательно, русские назначили в захваченный город своих чиновников, которые звались Доруга и Таможник. Эти термины почему-то считаются монгольскими. Но неужели не могли бы русские придумать названия для чиновников за многие века? Да конечно могли, но зачем придумывать? Если никаких монголов не существовало, то ордынские термины и есть русские. Ну и как объяснит уважаемые историки тот факт, что Русь, якобы находившаяся в вассальной зависимости от Орды, вдруг нападает на Волжскую Булгарию, входившую в состав Орды, и вынуждает один из городов принести вассальную клятву. И что самое интересное, за этим не следует мгновенная расправа. Но если принять во внимание версию, что Русь и Орда единое целое, то все становится на свои места. Просто русские на окраине своих земель поставили на место какие-то силы, представителем которых и был этот Рапшах. Ну надеюсь, что на часть вопросов я ответил. В следующих роликах я постараюсь ответить на оставшиеся. Подписывайтесь на мой канал, здесь говорят то, что думают, и думают, прежде чем говорить. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.